Дальний Восток России Леонид Вачков по-настоящему умел ценить людей. И они его ценили. С тех самых времен, когда он после Одесского института инженеров морского флота приехал на Дальний Восток. Место поразило. И прежде всего красотой девственной, даже какой-то таинственной, экзотической природы. Дальний Восток. Здесь ему понравилось все с первых минут. Словно исходил он уже многие километры по тайге среди сопок. Понравились лето и зима, разговоры прошлогодней травы. Их он как будто понимал и прислушивался. Не зря всю жизнь любил цветы, растения, все живое. Понравилось Бачкову и здешнее море. Оно выглядело по-особому. Не похоже было ни на родной Дунай, ни на знакомое еще с детства Черное море. И оно сразу задало вопрос будущему директору Восточного порта. Хороший ли ты хозяин? Надолго ли приехал? Леонид Бачков приехал, как выяснилось, навсегда. Жизнь его в ноябре 2001-го трагически оборвалась. С Бачковым каждый ощущал себя надежно. На производстве директор порта был стратегом и тактиком, организатором, исполнителем. Он знал буквально все. Не то, что каждый причал, а, наверное, каждую деталь этого самого причала. И что немаловажно, Леонид Анатольевич никогда не повысил голоса на подчиненных. Первый помощник ты, заместитель или обычный докер. Все равно, как опытный шахматист, он просчитывал свою работу на несколько ходов вперед. Я глубоко уважал этого человека и глубоко сожалею, что вот так рано он ушел из жизни. Леонид Анатольевич, ну, это умница, он больше такой профессионал-портавик. По-моему, не совсем ему нравилось вот это вот, ну, какое-то такое вот представительство где-либо. Но как портовик он был, конечно, сильным. И он по праву был руководителем восточным, потому что изначально он здесь начинал. Изначально все эти проекты, это были с его участием. Поэтому он был по праву руководителя и заслуживал авторитет и доверие, просто заслуженно. Вот, и к нему люди относились с большой любовью. А он страстно любил море. Да и как его не любить, если родился на пристань? Родной город Леонида Анатольевича Бачкова, Рыний. Это на Дунае, недалеко от Измаила. Со старославянского так и переводится. Пристань. Каждый день проплывали мимо его дома груженные тяжелые баржи. Корабли проходили в сторону Черного моря и вверх по Дунаю. А Дунай хорошим оказался учителем. Подсказал будущую профессию. Связать жизнь с морем. Дорога от дома к порту, господи, сколько раз он проделал этот знакомый до боли маршрут. О чем он думал в то последнее холодное ноябрьское утро, когда ехал на работу? Что вспоминалось, когда за окном машины привычно мелькали, ставшие такими родными, скромные, почти уже зимние пейзажи? Теперь уже можно сказать, давно это было. В далеком декабре 1970-го комсомольский десант, позже журналистом зовут его Одесским, положил начало строительству глубоководного порта недалеко от находки. Весть о новой ударной молодежной стройке разнеслась по всей стране. Сюда ехали за судьбой. Не только молодые одесситы обустраивались на берегах бухты Врангеля. Немало было и тех, кто приехал из Брянска, Минска, Кишинева, Хабаровска, Владивостока, находки. Летом 1973-го в будущий Восточный порт прибыл первый теплоход, доставивший оборудование для строящегося причала. Если перелистать старые документы, его обозначат в них скромно. Причал номер 11. Но все равно путь к 11-му причалу останется в истории порта первым. А всего тогда намечали построить в Восточном 64 таких высокомеханизированных причалов. Когда она была, это его первая встреча с спортом, где он проработает больше четверти века, где будет все. И радости, и огорчения, победы, и поражения, любовь, семья, дети, жизнь. И всегда в его жизни работа будет определять все. Хочу передать вам о докерах-механизаторах их благодарность за то, что хорошо обеспечены сегодня грузами Восточный порт. Бывая в рабочих коллективах, нас просили просто передать вам эти их слова благодарности. И сказали, что конечно, конечно, в первую очередь это руководство порта. Благодарны за то, что порт обеспечен грузами. Вашими устами мед пить, в принципе, это наша общая работа, поэтому я думаю, что если мы... Ну, это уже из-за кадров. Да, поэтому... Спасибо. Кадров спасибо. Ленин Анатольевич был немного, ну как, моложе значительно. У него была другая школа. Он был очень умным, мудрым. Отличительная черта друзей, товарищей, он делал для них все. Ему вот подошел возраст его зрелости, ну, к сожалению, ушел из жизни. А его, как раз перед ним была вся перспектива. Под его руководством был такой порт. Под его руководством могло быть дальше прозвитие порта, грузопотоки и так далее. И перед ним были, ну, перспективы большие. Бочков, это у меня, считайте, что Анкарифан мой. Мы с ним вместе 4 месяца в Японии, со мной тарелки, борщ хлебали. Он же здесь, как один из молодых специалистов был, начал свою деятельность. Значит, в 74-м году он раньше меня тут даже перешел из находкинского порта. Я непосредственно к нему подчинялся по каким-то оперативным делам, по разработкам. А поскольку разработки велись в основном технологические процессы, то есть грузовые операции, поставка грузов и так далее, так далее, много мы с ним спорили, но если его убедить, то он становился сторонником прямо вот на 125%. Да, он был очень-очень хороший производственник. Вот вспоминая его сейчас, с ним было интересно разговаривать. Он мне всегда говорил так, стремись быть лучшей. Докажи и стремись быть лучшей. Во всем старайся быть лучшей. Ищи пути, чтобы показать себя и проявить себя. Очень человечный, очень человечный человек. И как руководитель он добросовестный, очень умный был. О людях думал. Ну вот кто к нему обращался, он, по-моему, никому еще в помощи не отказывал. Очень все сожалеют и скорбят, что так произошла трагедия. Он очень уважал женщин, был внимателен. И женщины всегда считали, что это образец семьянина, семьянина, образец человечности. И, в общем-то, это человек, с которого все должны брать примеры, ну, по отношению друг к другу. Как нужно разговаривать, общаться и вести себя друг с другом. В словах сослуживцев Леонида Анатольевича все правда. Люди любили его. Любили его дружную семью. А семья, это жена Валентина. Они поженились тут, в Восточном. Сын Валерий, дочь Света. Все выросли на его глазах. И каждому он умел находить подход. И к людям даже подчас незнакомым тоже находился в Бочково особый пючек. Потому и праздники в поселке первостроители тоже были особенны, широкие и хлебосудные. «Недорог народ, — говорит подарок, — дорога любовь. Эту истину Леонид Бочков помнил всегда. И друзья его запомнили именно таким. С открытым сердцем». Жалко мне его. Срезвычайно, конечно. Особенно жалко, что вот мне уходить уже пора. А те товарищи, которые со мной вот это все, это хлеба, сегодня уже почти никого не осталось. Теперь, когда прошло столько времени, и тот трагический день 26 ноября окажется разобранным на молекулы, не все еще ясно. Журналисты сразу же выдвинули версии, догадки, правоохранительные органы делали свое дело. Но для тех, кто находился рядом с директором в роковой день, беды не ощущалось. Все шло как обычно. Разговоры с сослуживцами, решения разных производственных вопросов, запланированные встречи. И только часы, размеренно тиковшие в кабинете Бочкова, неотвратимо приближали всех к развязке. Но директор Восточного их не слышал, наоборот, торопился принять важных гостей, встретиться с детьми. Возможно, таким или похожим был тот роковой день. Все дни директора Восточного всегда были плотно забиты делами. А часы все шли и шли своей нескончаемой тропой. Еще только без 15 и 3. Теперь-то мы знаем, что Леониду Бочкову оставалось жить чуть больше 4 часов. Леониду Бочкова Трагедии счастья часто идут рядом. Это давно подметили великие. Никто, конечно, не заменит жене ушедшего любимого мужа, сыну и дочери отца. 26 ноября Бочкова не стало, а 4 декабря его порт, дело всей жизни, наградили высокой наградой, кремлевской, как предприятие высокой социальной эффективности. Ни в одном порту России не было сделано для простого человека столько, сколько на берегах бухты Врангеля, в Восточном, под руководством директора Леонида Бочкова. Это и есть по-настоящему добрая о нем память. Помните, мы упомянули цветы в самом начале. Бочков их очень любил, он им радовался. Такое должна быть настоящая жизнь. А в саду, посаженном его руками, впервые созрели яблоки и груши в прошлом году. Это и есть след его души. Желаю вам счастья и веселья. Радуйтесь. Леонид Анатольевич хотел видеть счастливыми своих близких, друзей. Растет посаженный им сад, работает его порт. А вскоре, мы надеемся, со стапелей сойдет в море новый корабль с именем Леонида Бочкова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова